Тренировка закончена. Теперь ты уже намного ближе к тому, кем бы ты мог стать. Разве дело во времени? Разве нехватка времени всегда мешала тебе достигнуть своего максимума? Проснись, мужик. Как это сделать? Я скажу тебе, ты должен встать рано, неважно, холодно там или нет, и делать то, что ты обычно делать бы не стал. Ты понимаешь, только больные на голову делают одну и ту же вещь и ожидают при этом разный результат. Если ты хочешь изменить конечный результат, ты должен изменить свои действия. Почему бы не попробовать это? Почему бы не встряхнуть себя? Что я имею в виду? Встань в 5 утра, мужик. Хотя бы один раз. Встань и пиздой на пробежку. Потрать один день. И ты увидишь, как ты себя будешь чувствовать, когда будешь бегать в 5 утра, а твои соседи в это время будут спать. Или в 6 утра они будут просыпаться, смотреть в окна, попивать кофе и думать, что сегодняшний день им принесет, в то время, как тебе он уже принес. Понимаешь, как это работает? Ты почувствуешь, что ты живешь. Потом ты приходишь на работу и понимаешь, меня окружают одни овощи. Пусть либо делают то, что я сказал, либо пусть проваливают нахрен. Никогда не бери с них пример. Их воспитывает телевидение. Пусть они смотрят на тебя, задают тупые вопросы, получают на них ответы и мечтают быть таким, как ты. Главное, помни, ты не такой, как они. Можешь посмотреть на картину, на которой нарисованы Гавайи, ощутить морской бриз, но, чувак, ты должен задуматься, подумать, чем ты лучше них. Ты должен быть там, а не смотреть. Сколько можно мечтать? Пора делать. Потрать один день. Почувствуй, каково это, вставать, когда все еще спят. Или идти бегать, когда все вокруг говорят, не, там холодно, мне неудобно, я не пойду. А ты идешь и делаешь это. Да, это может быть неприятно или утомительно, но после того, как ты это сделаешь, ты ощутишь гордость за себя. Не знаю, понравится тебе это чувство или нет, но если понравится, ты сможешь достигнуть многого.